виталий приветствую тебя наша традиционная встреча обсуждаем рынки важно это делать сейчас потому что эта неделя перегружена буквально на фундаментальные события это заседание фрс завтра собственно его итоги будут подведены в четверг заседание европейского центрального банка и в пятницу чтобы прям совсем скучно не было еще и нон фармы которые точно не заставят никого скучать своей волатильностью потому что этот отчет всегда провоцирует повышенное движение сейчас статистика такого масштаба она конечно же будет влиять на мысли трейдеров относительно того что дальше будет делать фрс ключевой процентной ставкой да и вообще что будет происходить с монетарной политикой эта неделя конечно же буквально но мы видим то что волатильность уже значительная золото летает по 20 30 долларов но это все еще цветочки ягодки впереди поэтому я уверен ты присоединишься прежде всего 1 2 3 4 5 рекомендации это контролировать риски обязательно сейчас это как никогда важно стоп лосс обязательно низкое плечо по совокупности всех сделок мы с виталием стараемся вам подсказать конечно же наиболее приоритетные и вероятные направление движения но все-таки вы должны понимать что до конца всего мы знать не можем рынок может повести себя совершенно иначе я сегодня предлагаю посмотреть на следующий инструмент ну собственно со своей стороны это сделаю ты как правило охватываешь еще большее количество активов за это конечно же огромное спасибо я сегодня сфокусируюсь на индексе доллара европейской валюте еще пару слов скажу про золото можно прям раз демонстрация экрана индекс доллара индекс доллара текущей котировки 101.75 на наших с тобой прошлых эфирах я комментировал что отношусь к трейдерам которые считают что индекс доллара скорее пойдет вниз нежели чем вверх потому что даже если будет повышена процентная ставка вероятность этого 90 процентов практически сейчас то есть можно сказать что это практически уже принято решение об этом решении говорят уже очень долгое время то есть около месяца все закладываются под то что еще один шаг будет ставка разгонит в итоге до 5 25 сотых процента поэтому мое субъективное мнение что доллар на самом факте повышения процентной ставки уже для себя извлечь ничего не сможет позитивного мощного хорошего и восстановительного теперь что касается пресс-конференции которая состоится после этого здесь я рассчитываю на то что руководство американского регулятора будет щедрым на все-таки комментарии которые можно будет интерпретировать как первые сигналы будущего смягчения монетарной политики достаточно просто сказать что текущее повышение ставки последнее или то что в текущих экономических условиях из-за снижения инфляции объективно даже уже завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики если потребуется то например либо в конце этого года либо начали следующего уже начать как бы идти другу по другому пути по пути снижения ключевой процентной ставки дополнительные индикаторы того что инфляция снижается буквально в пятницу был отчет по индексу расходов наличное потребление писи многие считают что это индикатор который имеет большее значение для фидерзерва в констатации факт того что происходит с инфляцией так вот индекс писи снизился с 3 и 7 до 4 и 6 процента я сегодня на своем брифинге об этом также рассказывал считаю что эта статистика может быть еще одним аргументом пользу того чтобы фидерзерва успокоилась и оставил ставку вот на уровне 525 на котором она может оказаться по итогам завтрашнего заседания честно говоря если вот все будет так как я отметил индекс доллара может завершить эту неделю ниже 100 пунктов у нас с тобой будет возможность встретиться уже во встреч встречи вторник уже после всех этих событий и фрс и цб и нон фармов надеюсь то что у меня как продавца доллара будет возможность комментировать то что произошло с долларом и говорить о том что реализовать реализовался тот сценарий который виделся наиболее вероятным то есть слабости курса американской валюты я честно говоря виталий но прям не вижу каких-либо причин для серьезного роста потому что мне кажется маловероятным что фрс после повышения ставки сделать заявление о том что ставки будут расти и дальше и еще менее вероятность на и того что пресс может осмелиться на более агрессивное повышение процентной вставки чем 25 байсиных пунктов но может быть у тебя другая точка зрения поэтому конечно же будет интересное послушать евро инструмент который коррелирует с динамика индекса доллара по европейской валюте я считаю что с точки зрения фундаментального фона евро должен котироваться выше отметки 110 я жду заседание cb в этот четверг что ставку повысит причем считаю что ее могут повысить даже на 50 байсиных пунктов сегодня в 9.00 по gmt выйдет отчет по инфляции апрельский интересно будет посмотреть на базовый индекс потребительских цен потому что он сейчас остается на высоком уровне практически втрое превышая целевой ориентир и cb 2 процента фактическая цифра 5 и 7 если будет какой-то сюрприз сегодня отчет например мы увидим значение 5 и 8 процента по индексу потребительских цен базовой инфляции то это конечно же статистика которая еще больше убедит и cb агрессивно действовать в плане ужесточения национальной монетарной политики тоже как и в ситуации с долларом думаю что евро маловероятно пойдет вниз привод текущим в основном фоне и скорее всего обосновится на новых локальных максимум и что касается золота текущей котировки 1983 доллара за тройскую унцию в коридоре уже в общем не одну неделю волатильности в рамках одной торговой сессии друзья вы сами видите золото может легко восстановиться до 2000 потом откатиться к ценам открытия торговой сессии вот этот диапазон 20-25 долларов держится уже я полагаю что золото все же обновить локальные максимумы придерживаясь такого сценария как и раньше то что этот инструмент закапится выше 2000 психологической планки так же как ожидаю в отношении евро доллара закрепление выше уровня 1.10 цели по золоту 2050 это как ближайшая такая среднесрочная остановка для того чтобы золото смогло выйти к этим уровням достаточно увидеть слабость доллара на том фундаменте который я уже озвучил и дополнительно я рекомендую смотреть на рыночный сантимент по золоту который буквально перед началом завтрашнего заседания перед итогами точнее может дополнительно подсветить как бы причину по которой конкретно можно будет действовать по рынку драгоценных металлов думаю что толпа все же останется на стороне продавцов и будем действовать против толпы так виталий слову тебе так привет так приветствую всех ну сейчас выскажу свое мнение у меня мнение изменилось по рынку на принципе мы с тобой практически там месяц или два шли в ногу до работали на снижение доллара на рост евро на рост золота но на прошлой неделе я изменил свое мнение по рынку я сейчас работаю на рост доллара и на снижение золота сделаю демонстрацию берегу конкретно графика детальная так скажем детальный анализ по золоту среднесрочный долгосрочный я у себя на youtube канале кому интересно вот вот среднесрочный прогноз по доллару я здесь детально разбирал как я вижу там на ближайшие там месяц-два как я вижу там на полгода год можете посмотреть да ну и там по другие обзорчики по нефти по рынку криптовалюты я сегодня вкратце скажу свое мнение но здесь более детальные разборы можете посмотреть ну давайте конкретно перейдем к индексу доллара на прошлой неделе где-то в этом диапазоне где-то в районе 101 плюс-минус я перевернулся на покупку по индексу доллара считаю что у нас доллар в ближайшее время будет расти и этот рост может быть как какой-то короткосрочный где-то в район 103 103 с половиной да это первые цели и не исключаю более сильное укрепление доллара в район 105 и 8 вот максимум марта и какой-то прокол выше этого уровня и уже дальше мы будем видеть ослабление доллара до уровня 100 и ниже там до уровня даже 95 пунктов это какое такое мне мнение по данному инструменту здесь не причины какие я вижу возможно у нас здесь образовался импульс во втором скажем середине апреля который сигнализирует о смене нисходящей тенденции по данному инструменту плюс если смотреть на дневном там фрейме индикаторы на дневном у нас дивергенция но в принципе локально уже немножко отработалась и на недельном там фрейме вот у нас если так посмотреть вот эти два минимума то есть у нас получается в текущем месяце ну точнее в апреле да у нас уже май были новые минимумы в текущем году и если посмотреть на индикатор миссии то у нас не было обновления предыдущих минимумов то есть этот тренд он скажем как бы на последнем на скажем на последних силах двигался вниз поэтому это как дополнительно обязательно используйте стоп-лоссы да то есть мы можем как стекущих расти я покупал где-то советовал своих обзорах покупать это вот в данном диапазоне могут еще там сегодня завтра какую-то шпильку кинуть там в район 101 да отмена сценария это когда мы будем обновлять минимум апреля если мы это уже поломаем то дальше я уже буду посмотреть по факту новый сигнал какой уже будет формироваться поэтому пока у меня такое мнение по данному инструменту с фундаментальной точки зрения ну пока такой скажем акцент на вот эту процентную ставку он какой-то смешанный среди аналитиков нету такого какого-то бурного обсуждения больше все это обсуждают банкротство банков там фондовые рынки падают один день потом на следующий день выходят хорошие отчеты по по фейсбуку по по другим компаниям да все растет больше акцент туда что-то по ставке слабенько что нового еще добавлю фунт доллар я бы на этот инструмент также обратил внимание у нас получается здесь я бы посмотрел как сегодня день закроется если мы все таки сегодня закроемся скажем таким пин баром как бы возможно еще сегодня будет какой-то рост локальный и закроемся пин баром ниже уровня 1.25.25 то возможно здесь образуется ложный пробой он как бы образовался но еще нужно подтверждение то возможно работать на снижение данного инструмента здесь тоже не исключаю вариант сильного коррекционного движения вниз по паре фунт доллар но такие первые локальные цели это 1.23 с половиной вот эти минимумы апреля и дальше будем двигаться в район 1.18 вот если реализуется тот вариант который я говорил по индексу доллара такой сильный коррекционный рост и возможно будет здесь сильное снижение обязательно стоп лосса ставить за максимума да потому что если мы дальше будем обновлять нужно фиксироваться так как здесь мощные тренды что по фунт доллару что по индексу доллара на позу по золоту да по золоту аналогично где-то вот раньше мы с тобой покупали практически последние там два месяца ну до этого покупали и я перевернулся так как вижу что здесь вот мы вот здесь где-то покупали с тобой последнее время и она как-то не идет идет и все время скидывают и я перевернулся здесь в шорт где-то в районе 2000 долларов и поэтому пока мы находимся ниже 2010 ну вот этого уровня сопротивления на 2010 я бы набирал шорт шорт этот коррекционный да какая-то коррекция будет небольшая или сильно глубокой если учитывать что индекс доллара будет сильно корректироваться так как я ожидаю по факту уже посмотрим возможно и ошибаюсь поэтому рекомендация мои на шорт по этому инструменту возможно я думаю что сегодня как вряд ли она будет идти вниз возможно еще как-то подкорректируется в район 2000 плюс-минус не оттуда где-то набирать short кто торгует серебро здесь аналогичная картинка образовался аналогично как вот по золоту вот этот импульс вот этот импульс и сейчас накопление и движение вниз аналогично по серебру вот импульс накопления здесь уровень сопротивления ключевой это 25 и 4 вчера был такой сюрприз конечно по серебру так повыносили хорошо собрали стоп-лоссы я думаю что серебро тоже будет корректироваться в район где-то 23 там плюс минус это для тех кто торгует серебро ну и плюс могу добавить еще по рынку криптовалют допустим там эфир мне кажется что данные инструменты идут на коррекцию то есть они она уже образовалась и вот это накопление которое здесь происходит ниже так скажем 1950 я думаю что они будут более сильно давить эфир и биткоин мы скорректируемся где-то в район там 1700 1600 это какие-то ближайшие цели потом если посмотрим же по факту что нарисуется это будет коррекция или это будет там более сильное глубокое снижение поэтому набираем short по данному инструменту все что ниже 1950 вот этих максимумов локальных я бы здесь работал в short ну и биткоин аналогично такой более сложный здесь ключевой уровень здесь 3000 видно что от него в конце текущего месяца хорошо оттолкнулись я думаю что мы возможно немножко чуть-чуть подрастем еще там до фрс и дальше будет биткоин давить в район 25 тысяч возможно ниже но обязательно сохранять риски так как здесь сильные тренды по всем активам которые я назвал что индекс доллара что золото что серебро что биткоин что эфир мы сейчас находимся в восходящих на трендах и обязательно использовать риск стоп лосса так как могут пробить вот эти уровни которые я назвал и там лететь скажем очень долго как бывает да инструменты улетают но пока мне мнение на снижение что такое сегодня читал комментарий что вот кризис ну вот этот уже купил джипи морган я не знаю на каком этапе покупка фирст этого банка который банкротился и говорят ну уже кризис закончился в биткоин уже укладываться не будут биткоин будет падать потому что биткоин это такой защитный актив то есть ну реально он в принципе показывал рост да вот эти проблемы когда начались получается в марте да вот здесь когда начались вот эти проблемы с банками в сша то реально биткоин рос вот здесь рос потом вот здесь он рос и вот здесь даже на прошлой неделе когда вот когда там четверг или когда была проблема с этим банком да снова пошли слухи и он снова вырос поэтому ну как-то бегут наверное в данный инструмент посмотрим как оно будет долгосрочной перспективе питалий спасибо тебе за рекомендации за рынок криптовалюта следим ждем развязка уже близка завтра фрес четверг и cbf пятницу нонфармы во вторник будем разгребать разбирать все что вот наговорят руководители этих крупнейших денежных ведомств поэтому обязательно всех вас ждем опять же несмотря на то что эфир в записи но все равно не забывайте что контент сразу же падает на youtube после того как мы заканчиваем трансляцию то есть информация актуальна виталий еще раз тебе большое спасибо хорошей те недели и и завершение торговли если будешь работать по факту этих важных событий и хороших выходных пока пока пока